Привет, друзья мои! Вы Светлану жалели, что она устала. Посмотрите, Светлана уже занимается чем? Рисует нейродрево! На увеличение подписчиков на инстаграме. Посмотрим, как после моего рисунка увеличится. Но надо много рисовать. А вот сейчас я этим занимаюсь. Сделала все свои дела. Я уже, как понимаете, свободная птичка. Да, времени полно. Так что иногда нужно потрудиться и устать. Потом будет полно времени, как у меня. Не же взяла фа. Сейчас неожиданно солнышко. Точки закрыли. И вроде бы, смотрите, женщина с зонтиком. Дождик пошел, что ли? Вот что-то сегодня у меня душа не хотела. И вообще я что-то не могу с утра пойти никуда. Восемь часов хотя проснулась. Моя дочь мне позвонила. Но я работала. Начала работать. И потом йога. Туда-сюда. Позавтракала. Помыла полы. И сижу, занимаюсь. Рисую. Такая погода уже, знаете, чувствуется осень. И хочется осень, осень. Нет, не хочется осень. Еще надо погулять нормально. Еще, я думаю, на море пойду. Мерсин. Неужели дождь пойдет? Вчера пытался вечером дождик пойти, но так чуть-чуть поморосил, и все. А хочется такой дождь. Как раз сейчас надо на балконе. Потом будет убрать эти подушки. Уже там никто не сидит. Мне некогда там сидеть. Сложить эти коврики. Надеюсь, на следующий год у нас будет все по-другому. Я просто уверена. В этом году я не занималась квартирой, не так. У меня было все внимание на моих красавчиков, моих деточек сладких. Друзья мои, пришли с Ашкемом покушать. Оттоварились здесь, пошли, купили продукты. И проголодались уже. То есть, знаете что, идем по улице, смотрим, что люди уже маски не одевают. Сидят в барах, в кафе без масок. Вот такую красоту нам принесли. Салат, кока-кола. По-моему, 40 лир, да, или 35 стоят. Здесь вот цены. 30 или 40. Искендерс. 30, по-моему, да. Здесь вкусное место очень. И вот приходим часто сюда с Ашкемом. Приятного нам аппетита. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мой сила. Привет, мои дорогие. Сегодня я решила приготовить пиццу. Сыр, помидоры болгарские. Что-то немножко, хоть караулило, чуть-чуть в одном месте подгорело. Приятного аппетита и вам, и нам. Как день сегодня пролетел у нас с Ашкемом. Мы даже сами не поняли, как пролетел день после пиццы. Как села за компьютер и сидела весь день за компьютером, занималась бизнесом. Душу отвела, такой кайф получила. Потом я была на вебинаре. Зарегистрировалась два дня назад. Вы, наверное, знаете Яну Рудковскую. Как ее можно не знать. Я записалась на бесплатный марафон у Яны Рудковской. Думала, что-то узнаю нового. Но, как всегда, бесплатные марафоны потом ведут к платным. Нужно покупать, чтобы продолжать какое-то развитие, движение. Но я восхищаюсь этой женщиной. Свои 47 лет. У нее четверо детей. Двое из них маленькие, двое взрослых. Она замужем за Евгением и фигуристом. Плюшкин или как его? Сейчас что-то не то скажу. По-моему, Евгений Плюшкин. Продюсер Димы Билана. У нее тысячи проектов. И миллионы, миллиарды, наверное, долларов уже. Присутствовала на этом вебинаре часа три. Приготовила на ужин сегодня. Энтеру. Не куриный, а мясной бульон с косточками. Хашламу. На ходу все с мясом. Забыла даже вам показать. Добавила туда риса, морковь, картофель. И приготовила тоже макароны. Налопала сегодня макароны. В общем, у меня рот не закрывается. Светлана, наверное, скоро будет идти на поправку. Сейчас сижу. Эндер сидит здесь и это делает. Сигареты. Да, Ашкин? Да. Показать себя? Какие стыры джемси они? Не опьешься? Не, ну, стоят. Ты на мою, что ли? Вот мой Ашкин сигары делает. Видите, разрешил себя снять. Так что у нас все хорошо. Скоро мы будем вместе с ним показываться. Очень многие беспокоятся, где мой муж. Вы знаете, сколько времени сейчас. Сейчас я как раз монтировала видео. И думаю, запишу сегодня видео. А так же будет неинтересно. Вы же ждете меня. Ашкин? Сигары с Аллахом зарабады. А. Еще познакомилась с одной интересной женщиной из Италии. Она занимается бизнесом на золоте в течение шести лет. И сейчас у нас конференция в Италии. Она является организатором. Приглашала меня приехать. Ну, какая Италия у меня? Господи. Мне сейчас не до Италии. Но в следующий раз обязательно куда-нибудь поеду. Немножко надо прийти в себя, закончить свои проекты, которые начала. Ну, а потом уже можно будет попутешествовать. Придем немножко, отойдем от себя. И еще у меня новость, друзья мои. Наконец-то сегодня я разговаривала с моими внуками. Эти дни, когда звонила, у Марьи же нет телефона, а у бабушки мы как-то не состыковывались. Я ей в компьютере открыла мессенджер фейсбука, но она не заходит туда. Сколько я звонила, звонила, как она не заходит. А сегодня приехал их папа, и я позвонила папе, и он с его телефона поговорила с Марией, с Деми и Ирмочкой. Они такие классные. Дети увидели, сразу говорят, ашкэм, ашкэм. Мари, значит, занимается. С 4 октября у них начинается школа, и поэтому они уже будут возвращаться. Наверное, недельку побудут еще в бабушке, будут возвращаться. Так что вы не переживайте. Дети возвращаются к родителям. И подключила маму к телефону. Мама очень соскучилась по внукам. В общем, все поговорили в конференции. Мари рассказывает про все, что бабушка ей купила. Три тетрадки с русскими буквами. Сейчас она пишет там, стишки там учит. Рассказывала, рассказывала, потом говорит, все, бабуля, хватит, много говорить не надо. Вот так вот она. Ну, она увидела меня, обрадовалась. Мари, мои подписчики вспоминают о вас. Спрашивают, как там вы. Она так обрадовалась. Она говорит, а мне некогда даже в ТикТок ничего записать. Когда у меня будет телефон свой, я тогда запишу. Бабушка, говорит, не дает мне телефон, чтобы я записывала видео. Она же любит так. У меня она воровала здесь. Вот там тут вариант такой не проходит. Ой. Спать хочется. Все, сейчас буду идти отдыхать. Завтра меня пригласили на день рождения, на девочка. Посмотрим, расскажу вам, покажу, если будет возможность. Наверное, снимать не буду, сами понимаете. Ну, а так потом поделюсь своими впечатлениями. Да, и сейчас я что хочу сказать, добавить вам. Я вот куда ходила в тот день. Все говорила к подруге, к подруге. Я не сказала в итоге, кто она такая. Ходила я к Аси, она открыла свой салон маникюрный. Да, девочка развивается. Я сколько раз она меня приглашала, но у меня никак не было возможности к ней пойти. А тут вот решила и пошла посмотреть, где она и что. В общем, она с утра до вечера на работе. Работает и владеет турецким лучше, чем я. Вот что значит желание. Так что вы, если захотите, тоже научитесь. Ну, а Светлана до сих пор не села за это лечение. И еще, знаете что? Друзья мои, мне же нужно готовить документы на гражданство. Вчера вечером сели и нашли наконец-то этот список, что я должна была подготовить. Хотя я его затеряла до отъездки в Батуми. Оказывается, мне нужно было еще перевести мой паспорт, заверить нотариусам. Вы представляете, что теперь мне делать? И еще мне нужно было, оказывается, на свидетельстве о рождении, я-то подготовила перевод нотариус и апостоль. Оказывается, нужно было бы мне пойти в консульство, чтобы мне консул поставил печать. Мой муж как разозлился, говорит, сколько времени, говорит, там была и ничего не сделала основное. И я, наверное, на той неделе, завтра поспрашиваю девочек, может, как-то можно решить эту проблему. А вы, если знаете, скажите, пожалуйста, обязательно нужно было заверить под печатью этот документ? Или апостоль достаточно? Кто делал гражданство? Подскажите, пожалуйста, буду очень рада увидеть ваши советы. И что делать теперь мне с моим паспортом? Где его? Где ставить здесь апостоль? Может, не надо апостоль? Там написано нотариус, только заверить. Вот такие дела. Так что все остановилось. Ну ничего, все решится, я уверена. В Мерсине уже похолодало. Посмотрите, я одела этот и носки. Без носков уже прохладно. И уже я закрываю двери с балкона. Только у нас окно открытое. И укрываемся таким легким одеяльцем. Вот и прошел очередной день мой. Самое главное, что увидела своих внучат, моих хороших. Ну и завтра новый день. Я отдыхаю целый день, кайфую. Скоро мне после 30-го надо делать прививку вторую. Вот такие вот у нас планы. И пошла я спать. Уже отключаюсь. Все, мои дорогие, пока-пока. Кстати, не забывайте, если вас интересует недвижимость в Мерсине, то, пожалуйста, обращайтесь. Я вас направлю в турецкое агентство. И помогу, подскажу, чем могу. Пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всего вам самого хорошего и прекрасного. Спасибо огромное за вашу поддержку. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok